Лекция по Шимадбхагаватам Стре-рубан, сакрадатан, сахгана-драбна-ханган, ван-садиван Стре-рубан, сахгана-драбна-ханган Перевод. Чтобы утешить родственников и доставить удовольствие своей сестре Субадре, Шри Хари, Господь Шри Кришна, остался в Хастинапуре на несколько месяцев. Читай также комментарий. После битвы на Курукшетре и воцарения Махараджи Юдиштиры, Кришна должен был отправиться в Двараку, свое царство. Но, желая удовлетворить просьбу Махараджи Юдиштиры и оказать особую милость Бишмадеве, Господь Кришна остановился в Хастинапуре, столице Пандауф. Господь решил задержаться с пиццами для того, чтобы утешить опечаленного царя и доставить удовольствие своей сестре Субадре. Субадра особенно нуждалась в утешении, потому что потеряла единственного, только что женившегося сына Абиманию. После него осталась жена Уттара, мать Махараджи Парикшита. Господь всегда готов доставить удовольствие своим преданным любыми средствами. Только его преданные могут играть роль его родственников. Господь абсолютен. Итак, мы персоналисты. Мы верим. Это даже не вопрос веры. Но в действительности высшая истина, абсолют, есть личность. Так утверждает Вьясадева. Баданти таттаттавидас таттам джадгьянам аддрям Браммети, параматмети, бхагаванитисат Таттавид Таттавид Те, кто постигли таттву, абсолютную истину, знают, что, в конечном счете, абсолютная истина проявляется как личность, как вы и я. Не совсем как вы и я, но в отношении личности, индивидуальности, он подобен нам. В Библии сказано, человек создан по образу и подобию Бога. Поскольку Бог – личность, поэтому мы – личности. В противном случае, как бы мы могли быть личностью? Бог – источник всего. Поэтому он – источник личности, индивидуальности. В противном случае, по какой причине мы – личности? Откуда у нас качество индивидуальности? Итак, главное проявление абсолютной истины – это личность. И как у личности у него есть те же чувства, что и у нас. У нас есть чувства по отношению к нашим родственникам, братьям, сестрам, нашим друзьям, нашим врагам. То же самое есть и у него. Если вы изучите свою, себя, как личность, или личность своего друга, вы можете получить некое приближенное представление о верховной личности. Потому что мы, как личность, зависим от верховной личности Мамай-Вамша. Мы лишь частички личности. Так же, как и искры, и огонь, или капля океана, и сам океан. Есть количественная разница. Капля океана или искра огня имеет те же самые качества, что и у огня или у океана. Но в количественной степени они очень-очень малы. Бог – вибху, величайший, а мы – мельчайшие. Бог безгранично огромен, мы – безгранично малы. В этом разница. В противном случае у него есть все то же самое, что и у нас. Например, сыну передаются качества отца. Точно так же и мы – сыновья верховной личности. Поэтому в малом количестве мы наделены всеми качествами Бога. Не всеми, 78% в очень небольшом количестве. В этом наше совершенство. Если мы возродим в себе божественные качества, 78% этих качеств Бога, в небольшом количестве, в этом выражается наше совершенство. Они уже есть в нас, но они покрыты материальной энергией. В противном случае у нас есть все. Итак, чувства любви присущи так же и Кришне. Кришна распространяет себя. Он распространяет себя. Кришна распространяет свою энергию. Раса – вкус. Чтобы наслаждаться, Он распространяет себя в разные формы. Например, Швей Сваруп Дамодарга с вами дал нам такое определение. Радхи Кришны и Шичитани Махапрабху. Радхи Кришна – это абсолют, но Радхарани является экспансией энергии наслаждения Кришны. У нас тоже есть энергия, как и у Кришны. Так говорят веды. Пара, они говорят. Абсолютная истина обладает множеством энергий, бесчисленным числом. И одна из энергий – это энергия наслаждения. Например, мы желаем наслаждения. Наслаждение – это врожденное качество души или абсолютной истины. Ананда Майо Бьясад. Бог и мы, будучи того же качества, по своей природе всегда радостны. Но наше счастье ограничено, когда мы находимся в материальном мире. Поэтому нам приходится бороться за счастье. Мы жаждем счастья. Мы хотим воссоздать его. Но осквернение материальной энергии в виде сатвагуны, раджагуны, тамагуны препятствуют этому. Поэтому мы должны избавиться от этих препятствий. Сатвагуна. Мы должны подняться выше сатвагуны. Шудха-сатва. И тогда мы возродим наше изначальное положение, исполненное счастьем. В этом источник радости. В отсутствии беспокойства, в отсутствии желаний. Мы стремимся обрести объект наших желаний. И мы сокрушаемся, если мы утрачиваем что-либо. Есть две функции. Мы что-то приобретаем и что-то теряем. Например, жизнь серьезных бизнесменов состоит из двух вещей. Они либо делают прибыль, либо терпят убытки. И в конце года они подводят баланс. Остались ли они в прибыли или в убытке. Но в духовном мире нет такого, как прибыль или потеря. Там все абсолютно. Сейчас мы не понимаем этого пока. Но такова природа духовного мира. Там нет таких понятий, как потеря или приобретение. Там лишь ананда. Наслаждение. Наслаждение, потому что вы ничего не теряете. Там есть ананда. И ананда амбудхи. Амбудхи значит океан. Здесь океан не растет. Если бы океан рос, то вся эта земля, которая у нас есть, ушла бы под воду. Но нет, океан не увеличивается. Мы видели, что Лос-Анджелес находится на берегу огромного Тихого океана. Однако мы ходим в двух-трех метрах от океана. И мы убеждены, что хотя Тихий океан столь огромен, могущественен, он не может прийти сюда. Мы ходим лишь в нескольких метрах от него. Не боимся. Итак, все действуют, подчиняясь воле Верховного Господа океана, хотя они могущественные и огромные. Тем не менее, подчиняясь воле Кришны, они не уходят из своих берегов. Солнце источает огромное количество тепла, ашеша тейджа, но оно также ограничено, оно не может излучать столько тепла, чтобы мы заскорели дотла. Солнце способно на это, как большой океан может поглотить все ваши города и деревни во мгновение ока. Точно так же солнце мгновенно может уничтожить всю Вселенную. Оно наделено такой огромной силой, температурой. Но этого не происходит. Кала-чакра. Я думаю, ученые тоже говорят, что если Солнце сдвинется со своей орбиты на один сантиметр в ту или другую сторону, если она отодвинется в эту сторону, то вся Вселенная замерзнет, если в другую сторону, то вся Вселенная сгорит. Я не знаю, есть ли ученые, которые так говорят, но оно не может сдвигаться в ту или другую сторону. Сам Бритакала-чакра Кришна выделил ему орбиту и приказал, ты должен двигаться по этой орбите, Говиндамаде Пуршим, Тамахамбаджами. Итак, то же самое можно сказать про все. Что говорить про нас? Мы хотим быть независимыми, но что значит быть независимыми? Даже солнце, луна, море, океан, никто независим. Как же мы можем ожидать независимости? Мы такие крошечные. Никакой независимости не может идти речи. Так называемая независимость. Мы сражаемся за независимость. Это майя. Нет никакой независимости. Махараджа. я впервые встретил своего гуру Махараджа, на самой первой встрече он сказал, идите и проповедуйте в западных странах. Я был удивлен. Мы еще не были знакомы. Вы все молодые образованные люди, сказал он. Идите и проповедуйте послание мечтаний Махапрабу. Я ответил, мы зависимая нация, индейцы. Кто нас будет слушать? Никто к нам не прислушается. И тогда он объяснил эти понятия зависимости, независимость. Это временно и не имеет смысла. На самом деле тогда я не мог понять, что значит независимость. Мы ждали независимости. Но какую независимость мы получили? Независимость это когда вы идете чтобы купить один килограмм риса, нужно в очереди простоть два часа. Вот наша независимость. Все под контролем. Вы не можете быть свободны. И цена раньше до независимости цена на рис составляла две анны или пять или шесть рупий за мешок, две анны за килограмм, а сейчас больше двух рупий. То же самое происходит со всем остальным. Наша зависимость стала еще больше. Никакой независимости. Под именем независимости мы лишь усугубили свою зависимость. В действительности независимости не существует, но мы изобрели так называемую независимость. Никто не независим. Я думал, мы под властное государство подчиняемся правилам и ограничениям. Америка независима. Когда я отправился в Америку, я увидел, что они настолько зависимы, каждого молодого человека могли призвать в армию и никаких возражений. Вся нация зависит от прихоти военного аппарата. Полностью зависит. Так, мы зависимы. Пока мы находимся во власти Майи, мы зависимы. Наша присущи нам от природы положения, это быть зависимыми, быть слугами. Итак, если мы на основании ложных заявлений считаем, что мы сейчас стали независимыми, мы не будем служить Кришне, мы станем независимыми, я сам стану Кришной, как думают Майавади, я стану Богом, Кришной. Это еще одна форма зависимости. Вы не можете быть независимыми, это невозможно. Наше счастье в том, чтобы оставаться зависимыми, мы этого не знаем. Вместо того, чтобы провозглашать независимость, если мы будем оставаться зависимыми, мы обретем счастье в этом, как, например, дети, женщины, шудры, собаки, их счастье заключено в зависимости, но искусственно, сейчас и в Индии тоже, женщины подражают западной независимости, но в западных странах, в вашей стране, я видел, что, объявляя независимость, женщины не становятся счастливее от этого, они несчастны, лучше зависеть от отца, от мужа, от старших детей, в этом их счастье. Например, Кунти, Кунти была настолько великой женщиной, она могла призвать любого полубога, она получила это благословение от Дурваси Муни, когда она была еще девочкой, она служила Дурваси Муни, Махараджа Кунти Бходжа приглашал разных святых, до сих пор эта традиция сохранилась в Индии, и однажды Дурваса Муни пришел в гости к Махараджа Кунти Бходжа, и Кунти служила Дурваси Муни, он был очень доволен, и потому дал ей одно благословение, по собственной воле ты можешь призвать любого полубога, что тебе пожелать, полубог появится, Кунти была еще девочкой, и она решила попробовать, она сразу же позвала Сурью, Бога Солнца, и он появился, Сурья спросил ее, ты призвала меня, получи мое благословение, получи от меня сына, она отказывалась, я не замужем, я не могу, нет, ничего страшного, твой сын родится у тебя из уха, как правило, сын рождается из влагалища, но сын Кунти родился из уха, поэтому его назвали Карной, ее первый сын был Карна, она была еще не замужем, поэтому она отказалась от Карны, потому что не могла показать, что у нее есть сын, и когда Карна плыл по реке, один плотник вызволил его и воспитал, поэтому Карну знали как сына плотника, как сына шудры, хотя в действительности он был сыном Кунти, и так когда Карна был убит, Кунти заплакала, и Юдидиш Тир Махараш спросил, мать, почему ты плачешь? И тогда она призналась, Карна был моим сыном, ты держала в тайне такое, мы считали Карну своим врагом, а могли бы? Есть много таких случаев, в Махабарате есть много разных историй, в Шимадбхагаватам, вы можете учиться социологии, политики, экономики, философии, религии, всему. Веда значит знание. Это ведические писания. Панчама веда. Махабарата это Панчама веда. А Шимадбхагаватам является сутью ведического знания. Нигама калпатарар галитам паламидам Нигама значит ведические писания. Они называются калпатару древами желаний. Вы можете получить любое знание из вед. Веда значит знание. Итак, веда значит гьяна, знание. Ведах содержится любое знание, какое вы только хотите. знание предназначено для человеческого общества, не для животных. Животные не способны изучать веду. И в чем предназначение веды? Смысл веды в том, чтобы постичь Кришну. веда веда. Если вы попытаетесь понять, если вы поймете даже немного, вы не можете постичь Кришну полностью. Даже сам Кришна не может себя понять. Это невозможно. но то, что Кришна говорит о себе в Бхагавадгите, если вы сможете понять хотя бы один процент из этого, ваша жизнь будет успешной. Таково ведическое знание. все родственники Кришны Пандавы его сестра Суббадра Кришна Баларам Суббадра Суббадра была сестрой Кришны. Баладев хотел отдать свою сестру Дурьотхане, а Кришна хотел выдать свою сестру за Арджуну. Двое братьев разошлись во мнениях, но велением старшего брата нельзя пренебречь. Поэтому Кришна спланировал похищение своей сестры Арджуны и Суббадру. Арджуна похитил Суббадру, переодевшись с Аньяси. Только не нужно у него этому учиться. Но Кришна спланировал это. Потому что он знал, что если тот придет как Арджуна, то его узнают, ведь он его двоюродный брат. Поэтому он переоделся с Аньяси, как Равана. Равана тоже похитил Ситадеви, переодевшись с Аньяси. Так в былые времена Аньяси превосходно умели похищать девушек. Поэтому в Кали-югу Аньяса запрещена, потому что люди не в состоянии следовать правилам и ограничениям Аньясы. Но Чайтани Махапрабу ввел эту традицию. Он сам стал Саньяси. Поэтому мы пытаемся следовать по его стопам. Мы принимаем Саньяси. Однако мы не должны быть такими Саньяси, как Равана. Нет. Мы должны стараться следовать по стопам Чайтани Махапрабу. Он был очень строг. Ни одна женщина не могла приблизиться к нему. Им разрешалось кланяться ему издали. Чайтани Махапрабу был очень строг в отношении общения с женщиной. Даже будучи грехастхой, он был очень строг. Он не позволял себе перешучиваться с какими-либо женщинами, кроме как со своей женой. Даже в этом случае он пошутил лишь один раз. Но ни с какими другими женщинами не делал этого. Он был очень строг. По мнению Чайтани Махапрабу, близкое общение с вишаи. Вишаи это те, кто пристрастен к еде, к сну, к сексу и к защите. Их называют вишаи. Они ничем другим не занимаются. В настоящий момент весь мир состоит из вишаи. Но эта линия, линия сознания Кришны настолько трансцендентна, что исключает психологию вишаи. Мы повторяем Хари-Хари. Но в действительности мы можем повторять Хари-Хари только когда мы откажемся от вишаи. В противном случае Хари-Хари наше повторение Хари-Хари не будет чистым. Поэтому мы должны избегать десяти видов оскорблений. Шудо-нама. Если мы повторяем Хари-Кришна Махамантру чисто, то это позволит нам подняться на уровень трансцендентной любви, в противном случае мы сможем обрести только освобождение. Мы не поднимемся до любви. И читание Махапрабху было очень строго в отношении вишаи и стри-санги. Чайтану Махапрабху спросили каков долг Ваишнава и он в двух строчках изложил его. Асад Санга Тьяга и Ваишнава Чар. Асад Санга Тьяга порвать с общением с Асад. Асад значит материалисты. Кто относится к категории Асад? Асад Экас Три-санги и Кришна Абхакта. Асад Экас Три-санги и Кришна Абхакта это те, кто питают очень сильную привязанность к материальным наслаждениям. Их называют Асад. А те, кто не является преданными Кришне, тоже Асад. Мы должны оставить общество подобных людей, тех, кто слишком привязаны к материальным вещам и тех, кто не преданны Кришне. Если мы способны избегать общения с этими двумя категориями людей, то мы можем утвердиться в преданном служении. С васу значит сестра и родственники. Хотя Кришна не привязан, тем не менее он соблюдал социальные устои. Была великая война и все они потеряли своих родственников. Не только Кауравы все потеряли, но Пандавы тоже. Например, сыну Субадры Абиманю было всего 16 лет. Его жену Утару однажды учил Арджуна. Она была ученицей Арджуны. Арджуна учил ее искусство танца. Вирата Раджа была дочерью царя Вираты. Пандавы жили инкогнито Агьята Васа. И Вирата Радж не знал, что Арджуна жил в его доме. Итак, дочь Вираты Утара, когда стало известно, что Арджуна это Арджуна, Вирата попросил его женись на моей дочери. Арджуна сказал, нет, как я могу жениться на ней? Она моя ученица? Она моя ученица, все равно, что моя дочь, как я могу на ней жениться? И тогда он пообещал, я жени ее на своем сыне, хотя он еще недостаточно взрослый. Абиманю был сыном Кришны, рожденным отцу Бадры. И он женился на ней, ему было всего 16 лет. К счастью, Уттара была беременной. Абиманю ушел на войну, на Курукшетру и не вернулся с нее. И Парикшит Махарадж родился после смерти своего отца. Он не видел своего отца, не только отца, но и многих других, потому что это уже было после битвы на Курукшетре. Он был единственным выжившим потомком всей династии Куру. И Ашватама попытался убить и его с помощью Брахмастры, но Кришна спас. Итак, Парикшит Махарадж родился после смерти своего отца. И о нем заботились деды. И как только ребенок подрос, все деды, пандалы, доверили царство Парикшита Махараджу и покинули свой дом. Спасибо вам большое. большое. Спасибо вам Махараджу Махараджу